В гимназии 32 креативно подошли к вопросу празднования Нового года и украсили арками, фигурами и другими декоративными элементами двор перед учебным учреждением. И теперь каждый день там старшеклассники, переодетые в сказочных персонажей, водят с малышами хороводы. В этом году мы решили выйти за рамки школы и украсить двор. Получилось очень красиво, дети радуются. Нам очень счастлив, что проходящие люди приходят, просят сфотографироваться. Решили провести небольшой утренник для самых маленьких жителей первоклассников. Провели уже два, надеемся еще провести. Школу украшали всем миром. Кто-то принес из дома гирлянды и шары. На уроках труда мастерили поделки. После занятий обклеивали окна снежинками. Участники рассказывают, совместный труд объединяет. И родители, и дети, и старшеклассники. И получается, я узнаю не только свой класс, а всю школу. И атмосфера, конечно, атмосфера. А на следующий день, когда приходит твой ребенок и говорит, мама, смотри. И ты говоришь, а я вот это делала. Такая гордость, что мама участвовала. И такая радость. Это стоит того. В школе проходит конкурс «Новый год шагает по планете» на лучшее праздничное убранство в кабинетах. Также парад елок и выставка поделок на тему наступающего 2020-го. Полезные перемены. Есть проект, когда старшеклассники тоже в холле второго этажа собирают учеников начальной школы, проводят для них различные танцевальные массовки. Малышам всегда это очень нравится. Ну и ребята-старшеклассники ждут, когда будет их год, когда они будут выпускниками. И смогут проявить себя, свое творчество. Обязательная часть праздничной программы – поздравления на трех языках. В гимназии не забывают обязательную учебную программу. Жители района и соседних школ приходят к гирляндам, чтобы сфотографироваться. Авторы проекта этому очень рады. Сначала боялись, что убранство растащат вандалы. Но обошлось. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.